Если бы у меня было много денег, ты знаешь, Андрюш, что бы я сделала первым делом? О, Татьяна, я знаю тебя хорошо, ты бы сразу пошла по магазину и купила множество разных вещей. Нет, ну это, конечно, тоже, но первым делом я бы все-таки купила себе дом где-нибудь за городом. Я думаю, тебя бы поддержали многие, будем надеяться, что твоя мечта сбудется. Ну а чтобы ты уже сейчас могла разбираться, где и как лучше покупать загородный дом, я предлагаю послушать нашего эксперта, с ним побеседовала коллега Айгуль Рахматулина. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Я знаю, что вы посетили несколько объектов загородной недвижимости в Тюмени и остались, мягко сказать, недовольны. Что вас смутило? Не сказал бы, что недоволен, просто вижу тот рынок, который был в Москве несколько лет назад. Я думаю, что в любом случае судьба твоего будет такая же, как московская. В любом случае он причешется, в любом случае он станет более взрослым. И понимание, собственно, к застройщикам скоро придет. Как только появится кто-то, на кого нужно будет равняться, я думаю, все вынуждены будут подтянуться. Вы сказали о схожести. В чем эта схожесть проявляется? В том, что так же, как и в Москве, 10, 7, 5 лет даже еще назад продавалось то, что продается. Продавались участки бесподряда на площадках, которые огорожены забором, насыпана щебенка. Это считалось коттеджным поселком. На сегодняшний день это не ликвидный продукт. Все поселки, которые финансово оказались нерентабельными, убыточными, это, собственно говоря, этот формат. Здесь этот формат пока имеет право на существование исключительно потому, что нет альтернативы. Когда рядом продаются такие же поселки, выбирать покупатель не из чего. Он вынужден жить с этим продуктом. Но в любом случае законы эволюции никто не отменял. Я думаю, что будет точно такой же путь развития загородной движимости, как и в Москве. Сколько времени должно пройти? До того момента, когда кто-то из застройщиков, как я уже сказал в начале беседы, сделает хороший продукт, на который нельзя будет не равняться всем, кто рядом. Но это понятно. Мы стремимся к лучшему, мы развиваемся, мы не стоим на месте. Но чтобы было понятно для наших телезрителей, в годах, если измерять, это 3 года 5, а быть может и все 10. Последний проект, который мы делали авиаторов, мы сделали за 4 месяца. С картинки, которая выглядела как набор строиматериалов посреди поля, до картинки, которые теперь мы показываем как наш флагман. Если сегодня застройщики Тюмени решат, что продукт должен стать другим, то, собственно говоря, для этого не нужно годы. Когда они решат, это неизвестно. Но они готовы к этому прийти? Как вы считаете? Думаю, что ментально нет, потому что сейчас ситуация складывается так, что продается и так. Поэтому стимулов особых поменять что-либо кардинально, вкладываться в какие-то картинки, фантики и красоту, пока стимула нет. Наверное, должно прийти какое-то понимание, что интереснее и правильнее продавать хороший продукт, нежели то, что продается в виде забора и щегоночной дороги. Что касается архитектуры, что вы отметили? Наверное, ничего не отметил, потому что, наверное, одна из отличительных особенностей сегодняшнего Тюменинского рынка – это полное отсутствие какой-то архитектурной, архитектурное единообразие. Никто из застройщиков, опять же, исходя из того, что хочется продать, не хочется отпугивать клиента, ограничив его в архитектуре, продают без ограничения по застройке. То есть это сразу роняет любой поселок, каким бы он изначально задуман хорошим не был, когда у тебя начинает расти Шанхай на площадке, любая идея в нем тонет. Вот в одном из интервью вы сказали то, что в архитектуре загородной недвижимости Тюмени нет изюминки. Это то же самое, о чем я говорю, когда я говорю о Шанхае. Естественно, выделить что-либо невозможно, когда у тебя на одной площадке сочетаются какие-то вещи, которые, казалось бы, абсолютно несочетабельны. Изюминка, наверное, может быть там, где у тебя хоть какая-то есть организованная застройка, есть хоть какие-то вещи, которые можно идентифицировать как стилистику. Тогда на нее можно добавлять изюминку. В Шанхае никакой изюминке добавить невозможно. А вот почему, по вашему мнению, возникает эта разрозненность? Кто виноват, застройщик или люди, которые покупают и застраивают, что хотят? Конечно, застройщик. Не ограничив людей на этапе продажи земельного участка, это неизбежность. Ты будешь получать те проекты, которые людям кажутся в этом месте, в это время красивыми, удобными. Зачастую, когда ты работаешь с покупателем, собственно говоря, ему легко объяснить, почему тот проект, который он приносит, не интересен самому ему, не интересен с точки зрения планировок, не интересен с точки зрения даже того, что его архитектурный фасад портит его же улицу, на которой он живет. То есть он может удовлетворить свои частные какие-то потребности и запросы, конкретно о каком-то проекте давно мечтая, но... За то, что будет выбиваться из общего социального? Конечно, социальная составляющая в любом случае должна его волнать, потому что он живет на этой улице. Ну, хорошо, какие перспективы загородной недвижимости в Тюмени, вот по вашим наблюдениям? Я думаю, что как раз мы подождем того застройщика, который решит, что он хочет сделать красивый продукт, за который ему будет не стыдно, как только он появится, перспективы появятся за ним вместе, следом. Невозможно продавать рядом поселки в том виде, в котором они есть, если рядом есть хорошие продукты. Наверное, уже в третий раз это повторю. Да, застройщики пока не готовы. Что касается ценовой политики, цена-качество. Цена завышена, качество занижено? Ну, скорее, в Тюмени вся ценовая политика завязана на удаленность от города, на какие-то направления, которые сами по себе устанавливают цену. Здесь не в привязке к качеству, к сожалению, пока торгуется. В Подмосковье поселок, который стоит за 120 километров, может продаваться по той же цене, который стоит за 10 километров. Вот там играет роль качество. На сегодняшнем тюменском рынке качества как такового нет. Я имею в виду не качество строительства, а качество жизни, качество социальной составляющей, архитектурной. Поэтому сейчас локейшн, 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 что любят повторять риелторы. Можно ли прогнозировать рост цен на загородную недвижимость в 2014? Ну, здесь, наверное, стоит все-таки оглянуться на общее состояние экономики. Вот я бы не прогнозировал чего-то хорошего. Наверное, как любой разумный человек, глядя на все макроэкономические факторы, вряд ли. Это очень субъективное, конечно, мнение. Но, во всяком случае, хочется верить, что цены не изменить. Если не будет больших экономических катаклизов, то точно их сильно не упадут. Но я не верю в то, что все кардинально вырастут. Весь 2014 год, 2013 год прошел под эгидой, стоим на месте. Дай бог не откатились назад. Каких-то предпосылок в 2014 году, что все вдруг подпрыгнет и будет хорошо, я пока не вижу во всяком случае. Может быть, что-то изменится. Андрей, спасибо вам. Удачного дня и хорошего настроения. Спасибо.